Всем привет! Меня зовут Егор Крючков и сегодня я вам расскажу про скальные туфли. Как их помыть, как за ними ухаживать и в какой момент пора будет переклеивать, если вы хотите сэкономить деньги. Итак, начнем с первой части. Это как правильно помыть скальные. Первое, что вам надо определиться, синтетические они или кожаные. Если это синтетические скальники, то кидайте в стиральную машинку 30-35 градусов, без вращения, без отжима, без сушки. И просто сушите без ультрафиолета или вдали от нагревательных приборов. Очень просто. Но если у вас кожаные скальные туфли, то с этим чуть более трудно. Для начала вам надо взять емкость с водой 30-35 градусов, средний PH 7 и замочить их. Добавить немного мыла. Мыло нужно не жесткое, которое вы используете для рук или для тела. И замочить на 10-15 минут. Если есть какие-то сильные следы грязи на скальных туфлях, то их можно помыть отдельно щеткой. Для этого нужно использовать не жесткую, не железную щетку. Она хорошо почистит ваши скальные туфли, но при этом не испортит ни кожу, ни резину. После чего промываете в теплой воде, такой же температуры, и сушите вдали от нагревательных приборов и ультрафиолета, то есть солнца. Желательно поставить на пятку, чтобы вся вода стекала вниз. И за ночь, за сутки скальники высыхают и становятся как новые. Они могут немного сесть, поэтому их придется немного разносить. Одна-две тренировки, и скальники будут как разношные. Еще одна основная проблема, с которой сталкивается большинство скалозов, это запах скальных туфель. Мои скальные туфли, они не пахнут. И обычная обувь тоже, мне повезло, я переборел ковидом. Но если у вас такая есть проблема, то есть несколько шагов, которые помогут вам избавиться от плохого запаха скальных туфель. Первый совет, это ходить по скалодрому в тапочках, то есть сменной обуви, не в скальниках. Когда вы лазаете, вы надеваете скальные туфли, но после этого снимаете их и даете им высохнуть, пока отдыхаете. Благодаря чему бактерии будут намного медленнее развиваться и скальные туфли пахнуть не будут. Второй вариант, использовать одноразовые белые носки. Они оставляют всю грязь в себе, то есть скальники не пачкаются. При этом я пару раз пробовал лазать в носках, не одноразовых, обычных. Мне не очень понравилось на категории выше 7А. Не очень комфортно ставить ноги на плохие маленькие зацепки или скользкие рельефы. Но если вы новичок или любитель, который лазает 6А, 6Б или 6С, то такой вариант вам подойдет. Также не забывайте после тренировки сушить ваши скальные туфли, то есть не оставляйте их в бауле со всеми вещами. Вытаскивайте, проветривайте, можете поставить на балкон в пасмурную погоду, главное, чтобы не было ультрафиолета. И помимо этого вы можете использовать ароматизаторы, они также хорошо помогают. И несколько вам советов по эксплуатации скальных туфель. Первое, не оставляйте свои скальные туфли в машине летом или под тентом в палатке, потому что они нагреваются, резина портится, они могут деформироваться. Лазать не будет, не очень приятно. Второй совет, это использовать щетку или влажную салфетку для того, чтобы почистить скальные туфли. Скальные туфли сами по себе сделаны из достаточно мягкой резины, чтобы было лучше сцепление и они лучше стояли. Но у этого есть минус. Поры у резины очень хорошо забиваются, поэтому, чтобы скальные туфли хорошо стояли на маленьких или больших рельефах, их нужно чистить. Обычной щеткой вы чистите, просто убрать грязь, тряпочку удаляете более мелкую грязь. И если этого недостаточно и ваши скальники скользят, то есть вы ставите ногу и они вот так вот состреливают зацепки, то я вам рекомендую использовать наждачную бумагу мелкую, чтобы снять верхний слой резины, чтобы скальники лучше стояли. Попробуйте и действительно это помогает. Я часто использую такой метод на соревнованиях. Помимо этого, не используйте железную щетку, потому что она снимет слишком много и испортит структуру резины. Если вы покупаете новые скальники, то вам необходимо их разнашить. Синтетические скальники не тянутся, учитывайте этот факт, поэтому если вы покупаете скальные туфли 510, то нужно подбирать сразу размер, чтобы вам было комфортно, больше они не станут. А все остальные, например, итальянские бренды, которые мне очень нравятся, они хорошо разнашиваются и для того, чтобы их легче было разносить, вы можете использовать глицерин, но не используйте спирт, потому что он высушит вашу кожу и кожу скальников, от этого еще хуже будет разнашиваться. Помимо этого, не стоит использовать теплый пар, потому что, как я говорил ранее, высокая температура выше 35 градусов, плохо сказывается на резине и клее, скальники могут деформироваться. Лучший вариант, который я использовал, когда выступал на соревнованиях и использовал маленькие скальные туфли, я брал полиэтиленовый пакет, надевал на ногу и ходил пару минут в скальниках. Затем нога у меня начинала потеть, я выворачивал пакет и опять засовывал ногу в скальник. Получается, благодаря своему поту я разнашивал эти скальники. Мне требовалось 2-3 тренировки, но на самом деле основная проблема на соревнованиях – это чувствительность носка. То есть, если толстая резина, маленькие зацепки не чувствуются в этом проблеме. Поэтому я предпочитаю выступать на соревнованиях либо с тонкой резиной, мне, например, нравится No Age, или, когда я уже в скальниках полазал 2-3 недели, верхний слой подстерся, и они становятся достаточно мягкими, и я хорошо начинаю чувствовать маленькие зацепки. Это идеальное время, когда нужно лазать на соревнованиях. И последний раздел – это для тех, кто планирует переклейку своих скальных туфель. Я вас прекрасно понимаю, сейчас скальные туфли стоят по 15-20 тысяч. Я лазаю в скальниках Millet, они из среднего или дешевого ценового сегмента. Со скидкой их можно купить за 3-4 тысячи рублей, без скидки они стоят 10-12 в трейлспорте. Но я в них выступал на чемпионатах мира, Москвы, России, на Кубках мира. Впечатления у меня неоднозначные. 100% эти скальники точно стоят 4 тысячи рублей. Если вы видите, и ваш размер есть, берите, не пожалеете. Они точно стоят своих денег. Но резина у них средняя, качество склейки среднее. Например, вот правый скальник, он достаточно хорошо сохранился, нет никаких проблем. Все швы хорошие, пятка не порвалась. А вот левый скальник, например, он полностью разорван. Специально вам решил показать. От года к году очень разное качество сильно изменялось, верх протерся. Выглядят они не очень хорошо, при этом резина до конца не стерлась. Но выглядят, как будто я в них лазал несколько лет. Поэтому, если ваш скальник хорошо сохранился, а резина стерлась, то можете пойти на переклейку и переклеить. Это недорого. Переклеивают в Петербурге, Казани и Воронеже. Думаю, в Москве тоже скоро начнут переклеивать, судя по ценам скальников. Лучшие советы не доводите до крайностей. То есть, если у вас сильно стертая резина, скальник будет уже намного труднее реставрировать. Помимо этого, колодка может немного измениться, они могут чуть меньше стать. Поэтому, если видите, что скальник уже стирается, отложите их или отдайте на переклейку и возьмите вторую пару. Ребята, которые занимаются переклейкой скальных туфель, рекомендуют место, где подошва сходится с рантом, частью резины, которая охватывает ногу по периметру. Не должна быть сточена. Тогда замена вашей резины будет дешевле и проще. Также верхняя часть носка, места вблизи петель и одевания, зона подушечек, подошвь, то есть нижняя часть. В общем, резина должна сохраниться достаточно хорошо. Она может сильно стереться, но основной слой резины не должен протереться до конца. То есть, если вы видите уже внутреннюю часть скальника, это нехорошо. Значит, такие скальники будут переклеить, во-первых, намного дороже, а во-вторых, они не будут такие же. То есть, их придется заново разнашивать, и они могут деформироваться. Поэтому не доводитесь до крайностей. Пока! Спасибо большое за просмотр. Это первое видео, которое я решил сделать из своей студии. Таких видео, надеюсь, в ближайшее время будет чуть больше. Помимо того, что я планирую есть на скалы и снимать влоги со скал. Также в ближайшее время я в своей студии буду снимать видео-уроки по УФБ, как правильно выполнять те или иные упражнения, которые не требуют специального оборудования. До встречи на Patreon! Продолжение следует...